Всем Ом! Всех приветствую! Сегодня поговорим о природе ума и почему практики медитации сейчас наиболее актуальны. Есть вселенский закон. О чём думаешь, тем и становишься. Будда говорил, что мысли — это вообще всё. Получается, что поступки на уровне мыслей наиболее важны и весомы, нежели поступки на уровне речи и тела. Мы знаем, что поступки на этих трёх уровнях формируют карму, формируют судьбу, формируют наше будущее. И именно наши поступки влияют на то, в какой реальности мы будем находиться, вернее, какая реальность будет нас окружать. И поступки на уровне мыслей — это база, это основа. То есть какие были мысли, такие уже потом слова, такие уже впоследствии и действия. И сегодня утром провела медитацию. У нас практика была направлена на взращивание осознанности к уму. А на панасате я её условно разделяю на два блока. Первый блок — это работа по осознанности к телу. Мы взращиваем осознанность к телу. И второй блок — мы уже целенаправленно всматриваемся в ум, изучаем природу ума, пытаемся его успокоить, воспитать. Воспитать в нём состояние спокойствия и покоя, ясности. И по завершении медитации я попросила друзей, которые присоединяются к практике, оставить отзывы о том, как ум сегодня себя вёл, как прошла практика. И напоминаю, что практики у нас проходят по часу. Я провожу часовые медитации и считаю, что это минимум для того, чтобы был эффект от практики медитации и была проработана часть определённых самскар, кармы или каких-то негативных программ, которые были внедрены в наш внутренний мир. И обычно час — это всегда аскеза для ума. Возможно, он 10-15 минут будет себя чувствовать хорошо, но на каком-то этапе он уже скажет «хватит, посидели и хватит, пойдём заниматься другими делами». Если вы его не послушаетесь, он начнёт так серьёзно атаковать вас своими стрелами мыслей, эмоций и различных образов. И станет крайне сложно усидеть в практике с неподвижным телом и при этом ещё стараясь наблюдать весь этот хаос мыслей, который на вас может обрушиться. Конечно, иногда практики проходят и совершенно спокойно и хорошо. Но вы знаете, это редкость, так как час — это уже такой серьёзный индикатор того, чем наполнен ум, чем наполнено наше сознание, какими деструктивными программами оно наполнено, какими самскарами, какими клешами. И, несомненно, запускается в очередной раз процесс очищения от этого всего. И, естественно, это приносит некоторый дискомфорт. Но такой этап дискомфорта и таких серьёзных аскез, он, конечно же, временен, он конечен. И он неоднороден, он непостоянен. То есть да, есть определённый период, когда мы начинаем ежедневно практиковать регулярно по часу, когда действительно сложно, сложно большую часть времени медитации отстранённо наблюдать ум, не погружаясь, не вовлекаясь во все его формации. Но иногда получается, конечно, и всё прекрасно и хорошо. Поэтому послушайте, пожалуйста, отзывы живых практиков, живых людей, которые совершенно социальные люди, люди подключаются онлайн и занимаются, прикладывают к себе усилия. То есть уже накопили определённый опыт в практике. «Благодарю, Анастасия. Практика была спокойна. Первые 40 минут потом было тяжело. Благодарю, практика была трудна. Всем благостного дня. Ом. Благодарю за практику. У меня уже давно практика не проходит гладко. Сегодня в том числе были трудность на уровне ума и тела. Но буду и дальше прилагать усилия, так как поняла, что держаться за какое-то достижение — это неразумно. Ведь непостоянство есть аксиома этого мира. Благодарю вас за все Знания и поддержку на пути». Я прошу прощения, у нас очередные препятствия, очередные звуки стройки. Поэтому заранее вас прошу простить за этот шум. «Благодарю, Анастасия. Друзья, за совместную практику. Поток мыслей не даёт мне покоя. Возвращаюсь вновь и вновь в позицию наблюдателя». Практика наблюдения за умом не одинаковая. Сегодня те же самые мысли приходили второй раз. Но во второй раз они были в белом пространстве и визуально видна картинка сверху. И когда я отпускал мысли, уходили благостно. Благодарю за совместную практику. Благодарю за светлую совместную практику в кругу друзей Патхарми. Сегодня, когда смотрела на ум с позиции наблюдателя, пришло понимание, что наблюдатель — один-единственный. Он единомоментно наблюдает все проявления этой реальности. Ещё заметила, что ум каждой медитации стремится сам к концентрации на образе Будды. Сначала со стороны, потом Будда внутри. И тогда начинаются самые благостные состояния. Словно удаётся на мгновение прикоснуться к его энергии. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю Насте, благодарю всех друзей за совместную практику. У меня время прошло быстро, но нелегко, конечно. Наблюдала за мыслями, отпускала их, была в работе. До конца ум не успокоился. Возможно, нужно больше времени. Всех-всех ещё раз благодарю. Желаю спокойного дня. Благодарю всех за совместную практику, так как практикую не так давно. Ум ещё очень старается сотрудничать. Он помнит, что трудно без медитации. Действительно, как маленький старательный ребёнок, которому просто не хватает усидчивости и ясности. Пока это почти всегда радостная и светлая практика. Но я всегда помню Ваши, Настя, слова о его непостоянстве. Благодарю. Благодарю за практику всех и общее поле благости и сосредоточения. Я ещё на 40 минут после эфира залипла на непостоянстве. Пусть день будет благоприятным. Благодарю за практику. Только что смогла выйти из неё. Тоже Наталья пишет спустя час после практики. То есть ещё час практиковала. Поделюсь сегодняшними ощущениями. Сказать, что практика сегодня пролетела, как минута, не сказать ничего. Будто только начала игру с умом. Мой наблюдатель, как вратарь, отражал мечи мысли ума. Мысли разные. Как только появлялась мысль, сразу отвечала. Это не моё, это не я. Через некоторое время появилась пауза в мыслях. И о ум затих, но кто-то же высказал мысль, что ум затих. Игры ума. Это не моё, это не я. И так некоторое время с внутренней улыбкой проходило наблюдение за умом. После очередного «это не моё» пошли мысли. А что твоё и кто ты? Это не моё, это не я. И тут голос Насти. Сначала подумала, что Настя просто хочет напомнить о практике. А оказывается, уже переходим к непостоянству. То есть час прошёл почти. Но сегодня произошло ещё и то, чего очень давно не было. Закаменело тело. В самом начале практики, после волны жара, почувствовала, что тело просто каменное и нет возможности шевельнуться. Практика закончилась. Настя начала беседу после практики, а я не могу двинуться. Волнения или беспокойства не было почему-то. Глаза на мокром месте очутились. Продолжила практику. Мысли бегали, потому что можно было обдумать слова Насти. Потом просто сидела в тишине и наблюдала, когда же тело вернётся. И только через некоторое время стали подёргиваться пальцы рук. Потом смогла вздохнуть и, наконец, сдвинуться с места. Но ум напоследок вскинул мысль. Вот говорила, что это не твоё, вот тело и обиделась. Такая вот сегодня у меня практика случилась. И есть что в дневник записать, а то с апреля месяца его в руки не брала. Благодарю всех за общее пространство практики. Всем спокойного и хорошего дня. И Юля пишет. Юля, благодарю Настю за практику, беседу после практики. И благодарю всех друзей за совместные усилия. Практика шла с усилиями. Я старалась следить за тем, чтобы тело было расслаблено и сохранялся доброжелательный настрой. Периодически ловила себя на состоянии полусна. Возвращалась, снова отслеживала появление мыслей и эмоций. И так весь час шла работа. Так можно определить мою сегодняшнюю практику. И ещё раз благодарю. Ну вот, друзья, поделились впечатлениями от практики на сегодняшний день, после сегодняшней практики. И это уже некоторый накопленный опыт, накопленная статистика. Вы тоже можете зайти и ознакомиться с другими отзывами. Я немножко хочу прокомментировать эти отзывы. Я считаю, что у друзей на канале очень хороший уже результат. То есть усердная практика в течение часа даёт такой хороший результат. Я считаю, что это уже очень такой весомый, глубокий опыт. И Наталья, которая описывала состояние тхьяны, первой тхьяны, скорее всего, или преддверие первой тхьяны, то есть это уже пошла стопроцентная медитация, можно сказать, когда ум оказался в состоянии покоя, в состоянии здесь и сейчас. И уже Наталья как практик, не как Личность пошла дальше. И наблюдается действительно некоторые физические тоже ощущения. Окаменелость тела — это один из явных признаков того, что действительно уже практик находится у преддверия тхьяны или уже в самой тхьяне. Очень осознанны мысли, очень осознанно наблюдение за телом. То есть ты не улетаешь в какую-то фантастическую реальность, забыв об этом всём, об этом теле. Нет, ты максимально осознан и об этой реальности, и о любом другом, куда направишь своё внимание, куда направится вектор внимания. То есть это такая острая точечная концентрация. И эта концентрация оттачивается не день и не два, не месяц и не два. Я знаю, что Наталья уже около двух лет регулярно прикладывает усилия, регулярно, значит, ежедневно, и серьёзно практикует. Поэтому и результат уже такой, который описывается в сутрах Будды. То есть когда мы читаем источники, когда мы читаем подобные тексты, может возникнуть вопрос, а правда ли это всё? Но когда живые люди подтверждают на собственном опыте, что да, описание тхьян — это реально, и состояние ума действительно соответствует этому описанию, то убеждаешься ещё раз, что эти тексты — они правдивы. И это очень надёжный и серьёзный оплот для духовного постижения и продвижения своей эволюции. Я очень благодарю, я безмерно благодарю всех участников, друзей, которые присоединяются к нашим совместным практикам и нарабатывают опыт. У нас нет зала, у нас нет возможности встретиться всем вместе, потому что все живут в разных городах, странах. И, в принципе, и зачем, потому что результат есть. Идёт процесс, когда человек серьёзно относится к своей практике, к этой дисциплине, к учению Будды. Он благодарен за такую возможность и прикладывает усилия, находясь в том месте, в котором он находится, и также старается погрузить ум в то место, в котором находится, то есть в момент здесь и в момент сейчас, когда отсутствуют какие-либо мысли. я уверена, что дальше больше, и нас ждёт больше радостных и удивительных открытий в познании самого себя. Но, как тоже подтверждают друзья, это непростой путь. То есть увидите, что это не только я об этом говорю во всех видео, но также и друзья подхарми, так сказать, тоже подтверждают, что часовые практики — это непросто. Но и результата бы тогда не было, поймите. Вот поэтому, надеюсь, данные отзывы тоже станут для вас дополнительной мотивацией прикладывать усилия. Данную методику я даю на практиках Випассана «Погружение в тишину». Приезжайте, пожалуйста, будет возможность. Позанимаемся вместе с сайтом vipassana.ru. Там можете посмотреть расписание, спланировать, я не знаю, отпуск или возможность. Также есть возможность присоединиться к трёхдневным випассанам. Сейчас они называются «Два дня погружения в тишину», вернее, «Два дня тишины». Но, возможно, переименуем в «Три». Ну, пока неизвестно. Но идея именно выходные посвятить саморазвитию. То есть вечером в пятницу вы приезжаете в ретритный центр Ярославской области, недалеко от Москвы. И занимаетесь полную субботу и воскресенье. В воскресенье вечером уже отъезд домой. Там предусмотрен иногда заказ трансфера. То есть можно комфортно доехать. Я сейчас даже размышляю, чтобы всё-таки пятничное пробочное время тоже проходило благостно в дороге. И, возможно, сделать какую-то аудиозапись получится у нас с ведущими ретрита, чтобы участники ехали, слушали определённые уже наставления на путствие к ближайшему короткому ретриту, чтобы это время, оно тоже зря не проходило. И люди уже подготовлены энергетически, приезжали уже на место и начинали практику с вечерней мантры ОМ. Также вы можете приобрести в видеотеке на сайте asanaonline.ru некоторые курсы, я их пропишу в описании к видео. Там тоже лекции, семинары, там тоже даю эту методику. Либо приходите на канал, где провожу практически ежедневные медитации в открытом доступе. Там ту же самую методику я даю и рассказываю. И есть возможность присоединиться к группе и наработать уже свой опыт в этой аутентичной, проверенной методике, которую рекомендовал к практике сам Будда Шакимуни. Сейчас наиболее актуальны медитации. Почему? Мы видим, что реальность разворачивается неожиданно. Мы видим, что очень зыбко и непостоянно всё в этом мире. И это тоже очередное подтверждение учения Будды тому, что любая материальная форма, какая бы она ни была, прекрасная или отвратительная, далёкая или близкая, утончённая, возвышенная или низменная, мягкая или твёрдая, всякая материальная форма прошлого, настоящего или будущего следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Она не постоянна. Это не я. Это не моё. Это не моё я. Я не таков. Вот мы видим тоже из отзывов, что когда практики концентрируются на ум, и ум атакуют различными своими формациями, мыслями, впечатлениями, то проговаривают мысли на фразу «это не я, это не моё» и пускают эту мысль дальше, не давая ей проникнуть в ваш внутренний мир. То есть любая мысль как крючок, крючок, который цепляет ваш внутренний мир. И вот ваше отвлечение на эту мысль, ваше внимание направлено к этой мысли, и потеря осознанности превращается в петельку для этого крючка. Этот крючок раз — и цепляется за эту петельку, и крепко держится. И здесь уже происходят привязанности, происходят зависимости, происходят страдания и так далее, и так далее. Неоправданные ожидания, неоправданные желания, разочарования. И прочее, прочее. То есть вот эта вся цепочка, она начинает разворачиваться, когда мы теряем осознанность, и любой крючок непостоянства может зацепить петельку, которую мы сами, в принципе, формируем во внутреннем мире именно из-за того, что теряем бдительность и осознанность, и присваиваем себе то, что нам не дано, что нам не принадлежит. Будда именно эту фразу иногда в сутрах, в учениях своих использует, не берите то, что вам не дано. Например, это даже касалось практика монаха, который был очень осознан, очень бдителен, который рядом с самим Буддой практиковал, в окружении других продвинутых практиков монахов, в окружении архатов, которые уже очистили свой ум от неведения практически полностью, то есть очень высокий уровень. И вот даже такие практики, они теряли иногда бдительность, теряли иногда осознанность, и тот монах, он пристрастился к одному такому, вроде бы, небольшому действию, он вкушал аромат цветка. И когда Будда об этом узнал, он ему сказал, что нельзя брать то, чего тебе не дано. То есть мы можем почувствовать аромат, но в этот же самый момент мы должны себе сказать, это не моё, я не таков, это не моё я, то есть это мне не принадлежит. Этот феномен непостоянен, этот феномен безличностен. Вот так учит Будда. И когда мы взрастим такое правильное отношение по отношению ко всей материальной реальности, которая нас окружает, жизнь изменится, жизнь станет более счастливой, более наполненной, более благостной и эффективной как для нас, так и для окружающего мира. И в том числе мы научимся влиять на эту реальность, мы научимся влиять на материальную реальность. Почему сейчас медитации актуальны? Ну я опять же настаиваю и рекомендую аутентичные медитации. Не те, которые кто-то на коленке написал вчера, потому что посетило вдохновение, а практики, которые проверены тысячелетиями, практики, которые уже доказали свою безопасность и эффективность разными другими практиками, разными школами и направлениями. Вот я, например, рекомендую Анна Панасати методику, которую рекомендовал Будда. И здесь мы взращиваем осознанность к уму. И, конечно, естественно, даже если мы концентрируемся на теле, взращиваем, работаем с блоком осознанности к телу, мы всё равно работаем с умом, потому что как раз концентрации на теле мешают мысли. И мы всё равно с ними пытаемся совладать и устремить концентрацию к одному объекту, то есть пустить однонаправленную концентрацию с мягкостью и доброжелательностью. Вот тогда практика будет эффективна. И если мы таким образом воспитываем ум, мы ставим его, мы возвращаем его на его правильные рельсы, он становится нашим хорошим помощником. И у нас появляются, пробуждаются во внутреннем мире те способности более эффективные, более сильные способности, которые могут влиять на реальность в том числе, и с помощью которых мы также можем более эффективно, быстро познавать всё, что здесь происходит, познавать этот мир, познавать Вселенную, кармические определённые процессы, тоже познавать, исследовать их, мудрость взращивать, вернее, пробуждать её во внутреннем мире, истинные Знания тоже постепенно пробуждать во внутреннем мире, отталкиваясь от духовной личной практики. И когда мы практикуем, когда мы в завершении практики посвящаем заслуги от практики на благо всех, мы желаем всем живым существам обрести счастье, и, главное, причины для счастья, то есть устранить причины неведения, устранить причины невежества, причины всех страданий, искоренить страдания во внутреннем мире. Когда мы таким образом вот эту наработанную энергию, аскезную, в течение часа, которая сформирована во время практики, мы её направляем во благо других, не оставляя себе ничего, то пространство отвечает взаимностью. Это же зеркало. Зеркало, которое отражает то, что мы выпускаем в пространство. И получается, что мы получаем очень хороший приток энергии, большой. И если мы эту энергию снова вкладываем в практику, снова вкладываем в развитие, и снова и снова мы таким образом и служим миру, и облагораживаем пространство, и внутреннее, и внешнее, насколько это возможно, насколько позволяет тоже благая карма, энергия тоже, насколько позволяет наш образ жизни, который, собственно, и влияет, формирует энергию, то вот этот процесс, он только будет усиливаться, и познание, саморазвитие, оно будет происходить гораздо быстрее. Но и процесс очищения параллельный тоже будет усиливаться, то есть сложностей прибавится, но они прибавятся на некоторое время, на какое-то время, когда уже очистится внутренний мир от деструктивных программ, хотя бы от какой-то части деструктивных программ, проявится больше ясности, больше благости во внутреннем мире, и вы больше сможете сделать для этого мира. Даже на уровне мыслей повлиять на реальность, которая вокруг разворачивается. То есть если вы чувствуете, вы знаете объективно, что какие-то события не очень позитивные происходят или могут произойти, и они уже вот-вот могут случиться, вы действительно можете повлиять на то, чтобы этого не произошло. Конечно, есть ещё и божественное проведение, и высшим силам им виднее, каким событием должно произойти. Но они также смотрят, и какой уровень развития у живых существ, у людей. И если там полная деградация идёт, то и события будут жёсткие. Но допустите, что это логично. Это жёсткие события, в которых люди получат наконец-то, возможно, и поймут те уроки, которые они не понимали, когда условия были более благоприятные. Поймут ценности, на которые действительно стоит обращать внимание, и перестанут обращать внимание на ложные ценности, тратя практически всю жизненную энергию на реализацию просто каких-то вредоносных проектов. И допустите также, что если высшие силы видят, что люди стремятся к развитию, что люди развиваются на практике, на опыте, они становятся чуть-чуть уже лучше версии самого себя, они уже заинтересованы в том, чтобы приносить благо не только себе и своей семье, но также и окружающему миру. Подумайте тогда, какие события проявят высшие силы. Как раз медитация, она и помогает расширить это восприятие, когда мы не только с точки зрения, опять же, органов чувств, составляющих ума или пятисканг, смотрим на эту реальность очень узко ограниченно. И буквально нос к носу мы что-то пытаемся разглядеть, и мы видим лишь какой-то фрагмент, который у носа у нашего находится. И мы не видим всю картину происходящего, включая и божественное провидение тоже. И когда мы отходим, или как здесь один тоже практик описал, он говорит, я стал как будто над своими мыслями, над своим умом, то есть над событиями, которые происходят в жизни. Вот когда мы взлетаем как птицы, то тогда действительно есть возможность объективно оценить ситуацию и объективно понять, что мне конкретно можно сделать в этой ситуации полезного, не от ума полезного, а уже когда вышел в позицию мудрости, мудрого наблюдателя, вот с этой позиции увидеть, что можно сделать полезного, что можно предпринять. И естественно, через практику, естественно, через выход за границу концептуального, ограниченного, непостоянного ума. И естественно, выход за эту границу лежит только через медитацию, этот хьяна, когда мы выходим в состояние, когда, как Наталья описала, каменее тело, и мы буквально становимся пространством. Осознанность невероятно высока в этот момент, равностное отношение ко всему происходящему, бесчувственность в хорошем ключе, то есть нет каких-то туда колебаний или наоборот в другую сторону эмоциональных. Здесь уже волн нет, штиль, ум спокоен, и дальше уже гораздо больше инструментов и возможностей, и правильное решение в жизни принять, и увидеть объективно происходящую ситуацию, и возможно даже поговорить на тонком плане с Буддами, Бодхисаттвами или прочувствовать намерение их и желание, и волю, которая проявляется в конкретной ситуации. Вот поэтому медитации на сегодняшний день, они особенно актуальны, но успокоить ум тоже в разы сложнее. Но допустите, что плюс параллельно к этому процессу приходят ещё и возможности на энергетическом уровне от высших сил для того, чтобы совладать с этим умом, несмотря на то, что вокруг может происходить такое, что крайне тревожит и беспокоит ум. Допустите, что параллельно нам ещё дают возможность, чтобы его успокоить. И наша задача лишь перестать лениться, осознать это и пойти в практику, начать познавать ум. Потому что, если он будет познан, никаких проблем не будет, никаких вопросов не будет. Если будет найдена основа всего, это уже Будда-ум. По крайней мере, Будда так и говорит в одной из сутр, чистый ум — это и есть я, это Будда-ум. То есть я ни в коем случае не призываю стремиться к определённому божеству или Будде как к какому-то внешнему светлому проявлению, фактору просветлённому, а стремиться пробудить это состояние Будды внутри, пробудить это состояние в своём уме, то есть очистить его от всех пятен, от всего невежества, от всего неведения, чтобы он засиял, чтобы этот ум просветлел, стал светлым, без пятен и загрязнений. Вот как раз практика и вот этот путь, благородный восьмиречный путь, четыре благородные истины, и один из этапов путей правильное сосредоточение, то есть медитация, Анна Панасати методика, она как раз и приводит к очищению ума, к спокойствию, к счастью. И в этот момент вы прекрасно понимаете, что счастье, оно не вовне, оно внутри. И все наши попытки стать счастливым, получив что-то вовне, это промах, это падение, это несчастьем оборачивается. И вот такое понимание, это уже, можно сказать, пробужденная мудрость у практика. Но опять же, к этому есть путь, и этот путь необходимо преодолеть. И этот путь, ни с кем за ручку вы не пройдете, этот путь только в одиночестве проходится. Прекрасные писания, там прекрасные видео, которые вас вдохновляют, лекции, практики с кем-то, да, совместные практики или практики под голос, или там какие-то короткие сессии медитации, или вот вы в кругу единомышленников, и вам так это нравится, вам от этого хорошо, или вас прям конкретно, физически, хороший учитель взял за руку и повел в какой-нибудь ашрам. Это одно. Но когда начинается практика, когда начинается путь, сам путь, он только в одиночестве проходит. И, конечно, это усложняет задачу для ума. Но вот то разочарование, которое неизбежно поджидает, потому что это важный этап, об этом в предыдущем видео говорила, оно как раз и приведёт к бесстрастию. И как декламировалось в сутрах, бесстрастие уже приведёт к освобождению, то есть к счастью, к спокойствию, к благости, к гармонии. Поэтому, пожалуйста, прикладывайте усилия. И сейчас, и здесь, это самое подходящее время и место для практики. Практики в открытом доступе. изучайте технику, практикуйте. Не доверяете, допустим, моему подходу, найдите сутру, а на панасати сутта, осознанность к дыханию. Прочтите её и попробуйте практиковать. Возможно, какое-то время будет сложно, что-то будет непонятно, но потом вы найдёте, найдёте свой путь в практике. И практика начнётся. Вот я всем желаю спокойствия ума, спокойного, доброжелательного умона, настроения, как бы ни было, как бы по карме не разворачивалась реальность вокруг. Цените, пожалуйста, возможности, которые у нас сейчас есть. Цените то состояние энергии, которое сейчас есть, то состояние здоровья, которое сейчас есть. Эти факторы, они не постоянны. и они временные, никто не знает, они сейчас есть, а завтра или через пять минут кто знает, будут они или нет, и будут ли они в таком качестве или нет. Поэтому, пожалуйста, цените то, что имеете, и прикладывайте усилия, идите по пути развития и пробуждения. За вас этого не сделает никто. И ваша практика, ваши аскезы, ваше терпение не только ваш внутренний мир будет преобразовывать, но ещё и структурировать пространство и мир вокруг. А это сейчас очень-очень нужно. Это всегда нужно в этом мире, потому что всегда где-то неспокойно, всегда где-то кто-то страдает или группа людей страдает, или целые страны страдают. Поэтому практика, она актуальна всегда. Вот, ну, надеюсь, тоже сегодня немножко вас мотивировало серьёзно задуматься о такой возможности и, наконец, начать практику, начать накапливать свой собственный опыт в этом постижении. Ом, дорогие друзья, напоминаю, ссылки под этим видео благостного развития просто не будет, но мы обязательно преодолеем все трудности и успокоим ум. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok